История Екатерины Второй – это настоящая история Золушки. Здесь тоже есть наследница из обедневшего дворянского рода, доживающего свой век где-то на задворках Европы. Здесь есть и настоящий принц, женой которого суждено стать бедной провинциальной девушке. Но жизнь – это не сказка, это реальность, наполненная огромными кучами говна, через которые приходится пробираться всем участникам этого лады-виля. Золушка убивает принца и оказывается невоздержанной, въедением фоманкой. Принц – душевнобольным импотентом, который попал на престол империи не по заслугам, но только лишь по праву рождения, а их сын, будущий император Павел – не плод любви, но человек, не имеющий никаких прав на престол, так как был зачат от любовника Екатерины Салтыкова. Как вам такое? Вы вообще помните, что историчка вещала вам на уроках истории? Политика, бла-бла-бла, реформы, бла-бла-бла, все это ложь, все это тлен, здесь нет ни капли исторической справедливости, но понаблюдать за этим со стороны занятие крайне интересно. Итак, с вами канал Великолепная История, мы начинаем. В 14-летнем возрасте юного Карла Петера Ульриха забрали в Россию императрица Елизавета Петровна, стремящаяся закрепить права на трон Российской империи за Романовыми, или, если хотите, за немцами, которым принадлежала и сама Елизавета, и Анна Иоанновна, до нее и Берон, и Петер Ульрих, будущий Петр Третий, и Екатерина Вторая. Волосная тетка не то чтобы воспитывала из Петра государственного деятеля, она просто держала его рядом как козырь, не допуская ни к каким делам, и Петр развлекался как мог. Пил, гулял, играл в войну со своими карманными солдатиками, имел беспорядочные половые связи и, в общем-то, жил неплохо, обычной жизнью богатого, беззаботного и тупого. Но рано или поздно сказочной жизни должен был прийти конец. Елизавета выбрала Петру жену, будущую императрицу, и, что интересно, выбрала ее тоже из немцев. На сцене появляется и Екатерина Вторая. В 17 лет Петра женили на принцессе Ангаль Цербской. Вероятно, Петр Федорович пытался подружиться со своей 16-летней супругой, но они были слишком разными. Она живая и любопытная, он инфантильный и маниакально увлеченный в игрой в солдатике, охотой и вином. Через 10 лет во у них родился сын Павел, будущий император. Между тем, не мешало судачить людям о том, что настоящим отцом наследника является любовник Екатерины Салтыков. Об этом даже не спорили. Сам император заявил, что не знает, откуда у жену вперются беременности. Но и сам Петр не отличался супружеской верностью. Он намеревался жениться на своей фаворитке. Воронцовой для Екатерины и сына Павла были приготовлены специальные покои в Шессенбургской крепости. Но Петр не успел. Случился переворот. И после полугода у власти наш император, сияющий Петр, инфантильный алкоголик, с должности своей слетел. А потом и умер при весьма странных и невыясненных обстоятельствах. А самую фишечку хотите? Это просто смак. Вот то ради чего, наверное, мною и затевалось написание этой статьи. Чтобы вы почувствовали всю глубину абсурда и сюрреалистичности жизни. Императором Российской империи Павел Третий стал уже после своей смерти. Причем очень-очень после, я бы сказал. Павел Первый, который был якобы сыном Петра Третьего, но был зачат от любовника Екатерины Второй, мать свою ненавидел. Он точно знал, что не является сыном Петра, но историческую справедливость восстановить попытался. Он приказал выкопать тело покойного уже более 30 лет Петра и торжественно короновал его. В 1796 году, сразу после кончины Екатерины, по приказу Павла Первого, останки Петра Третьего были перенесены сначала в домовую церковь Зимнего дворца, а затем в Петропавловский собор. Петра Третьего перезахоронили одновременно с погребением Екатерины Второй. В изголовных плитах погребенных стоит и одна и та же дата погребения 18 декабря 1796 года, отчего может сложиться мнение, что Петр Третий и Екатерина Вторая прожили вместе долгие годы и умерли в один день. А что вы думаете по этому поводу? Мне очень интересно знать ваше мнение. Пишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, подписывайтесь и не забывайте, с нами будет только интереснее.